Привет, дорогие! С вами снова Центр Носцы, и у нас сегодня необычный гость в эфире. Наш, пожалуй, самый главный, самый яростный критик, бизнесмен, очень известный, пропиарив бизнесмен, твою школу, Атлас.нет. Вы, наверное, все знаете, Сергей Редкий. Сергей очень часто комментирует наши посты, и мы очень много спорили с ним и о наших тренингах, и, в принципе, о психологии, и поскольку Сергей сам увлекается саморазвитием, то мы решили с ним поговорить. Привет, Сергей! Да, привет! Сергей, ты давно в бизнесе, правильно? Да. У тебя только языковая школа, или ты чем-то еще занимаешься? Совсем недавно я посмотрел интервью с Чичваркиным, и он не постеснялся, то есть это создатель Евросети, он уехал в Лондон, живет там, он признался, как он торговал на рынке, и продавал, по-моему, какие-то свитера, и продал, значит, в какой-то снегопад отморозил два пальца, но заработал там какие-то жуткие деньги, да, то есть он не стесняется, я тоже, в принципе, в интервью Анне Кульп рассказал, да, я начинал с торговли. То есть в начале, в 84-м году я делал такие маленькие приставки, конвертеры Пал Секан. Вот, они расходились на ура по 10 евро, ой, по 10 рублей, да, и бесстойность там была какие-то там копейки. И еще, я вспомнил, очень хорошо продавались выпрямители напряжения, то есть все будильники были на батарейках, все приемники были на батарейках, а тут делаешь такую маленькую коробочку, и 220, и оттуда включается или радиоприемник, или будильник, и вот этих коробочек я продавал огромное количество. Вот, потом армия, потом я вернулся сразу в перестройку, и вот тут мне повезло, я, значит, попал на такой завод, замечательный Таликс, я там был оператор робота Клоус, тоже компьютерный, компьютерный, там все он так. Вот, и к нам была такая вещь, бартер. Пригнали огромное количество магнитофонов, я забыл даже, как они называются, и они были с технологическим браком. Значит, когда вставляют плату, она ломалась ровно пополам. И получалось так, что людям выдавали зарплату, и вот я помню эти магнитофоны на всю жизнь. Дело в том, что они ломались через неделю, и я их потом скупал по 10 рублей, и продавал по 1500. Вот, то есть я их пенил, то есть я нашел, то есть когда вставляют, вставляется эта плата, она ломалась ровно посередине, три пайки делаешь, магнитофон работает, комиссионка на пик, и они просто там, меня видели, ура, ура, давай, 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 там. Это, это вот мне тогда жутко повезло, и это мой начальный капитал. Я помню, что я их продал просто какое-то огромное количество. Вот, а потом я понял, что завод не мое, я там, наверное, год отработал, и я ушел сразу в бизнес, и у меня была куча торговых точек, торговал всем-всем-всем. Вот, и уже потом отошел от бизнеса, думал, ну, хватит. И как-то сейчас я полностью занимаюсь школой, и у меня получается. То есть я не лезу учить, то есть я не бизнес-тренер, да, то есть учат мои учителя, я абсолютно не лезу, я просто выбираю учителей, которые нормальные, позитивные. Такие хорошие девчонки есть, да, у меня все хорошие. Вот они учат, а я, я организатор. Я чувствую себе вот именно это, что я организатор. То есть я могу построить огромный коллайдер. Ну, легко-нелегко, но я его построю. То есть если находиться наверху, да. Так, слушай, вот ты сейчас затронул тему, ты сказал, я не бизнес-тренер. Давай с этого и начнем. Это, пожалуй, твои самые главные враги, самое зло вообще, которое ты терпеть ненавидишь. Расскажи, откуда это? Знаешь, дело в том, что единственный бизнес-тренер, вот у меня в друзьях, которого я действительно уважаю, это Николай Латанский, да. Он действительно бизнесмен, и у него реальные есть и виллы, и у него есть яхты и там, и деньги. Он молодец, он, то есть вначале заработал деньги, да, а потом он учит любых людей, как это делать. Вот. А когда люди походят по тренингам, подумают, мы тоже можем, да. И на самом деле это не все так просто. Дело в том, что совсем недавно я с одним бизнес-тренером как бы воевал, и я считаю, что победил, то есть я выпустил свое видео, в котором я рассказал, что он говорит, я бизнесмен, миллионер. Я взял и поднял те года, его фирмы, они были убыточны с каким-то минимальным оборотом. В ответ он выпустил видео, что вот это все неправильно, зато вот у меня был сайт, и там было очень много лайков. Ха-ха-ха. Самое главное в бизнесе, это когда человек имеет деньги. То есть любой бизнес-тренер, который не создал своей фирмы, это боль. Абсолютно. И поэтому меня вот именно они и раздражают. Скажем, если бы Федор Брюкман там сказал, что вот я буду бизнес-тренером, это было РТ, я бы бегом пулей побежал бы на этот тренинг. Ну, естественно, он этого не делает. А знаешь, почему не делает? Почему? Дело в том, что настоящий бизнесмен никогда не раскроет тебе секреты. Вот скажем так, я прекрасно знаком с налоговой политикой Испании, Эстонии, Китая. Но вот я не буду делать какого-то просто бесплатного веб-семинара, чтобы разобраться в этом, я потратил годы, я потратил сотни евро. Допустим, если спрашиваешь у любого адвоката какую-то консультацию, он берет деньги. Почему? Потому что он в образование вложил иногда 100 тысяч евро. То есть везде это не так все просто. Так же и я, настоящий бизнес-тренер, просто так не расскажет. А вот совсем недавно еще тоже конфликт был. Меня пригласили на семинар, и я задал вопрос, написал комментарий в семинаре. Я говорю, а вот простите, кто вы? Я не нашел вас, я нашел какую-то вашу фирму в инфорегистре и в ариорегистре с каким-то маленьким оборотом. Вы уже заработали денег? И вот ответ такой, да это не главное, главное уметь учить. Я говорю, простите, а вот ответ на мой вопрос. Вы что-то сделали уже успешное, чтобы кого-то учить? И меня сразу забанили и так далее. Все, я больше не общался с этим человеком. То есть учить и лечить все умеют. И то же самое каждый считает себя бизнес-тренером. Здесь, я забыл, как парня звали из Оснамяя. Когда я записался к нему на семинар, у него было, я посмотрел, несколько фирм, несколько успешных фирм и там пару закрытых фирм. То есть видно, что он занимался бизнесом, и он может ответить на вопросы. А вот обычному бизнес-тренеру любому задай вопросы по налоговой политике, там, Эстонии, там, какие проблемы там с тысячеевровыми сделками, там, или там по налогу с оборота, там куча поправок вышла. Они не знают, бизнесмен должен это знать. То есть если бы я стал бизнес-тренером, то есть я должен сначала иметь успешных бизнес. Я не знаю, я одну девушку выделю, но ты сказала, имен не произносите, я не буду. Я тебя перебью. Вот ты спортсмен и такой фанатичный спортсмен, но к этому сейчас вернемся. А вообще по поводу вот учить и сделать бизнес. Я совершенно точно знаю из истории нашего местного спорта, очень успешного, двоих тренеров. Первый тренер сам чемпион мира по этому виду спорта, но у него совершенно никакие ученики, ну он не умеет просто. Второй тренер не достиг никаких особенных высот в спорте, но он воспитал одного чемпиона мира, второго серебряного призера мира, и в принципе его ребята очень высоко, очень высокий рейтинг имеют в этом виде спорта. Может быть делать, учить это не всегда одно и то же? Не путай бизнес и спорт. Бизнес – это деньги, бизнес – это цифры. Если ты не достиг каких-то цифр, как ты будешь учить? Если ты обанкротил три своей фирмы, если задолжал пол Таллина и не выплатил алименты своей жене, и ты учишь кого-то делать бизнес, две большие разницы. Бизнес и спорт – две большие разницы. Роберт Киасаки несколько раз ванкротился, но ты же не будешь отрицать, что он успешный тренер и бизнесмен? Я как раз Роберта Киасаки тоже имею в виду, потому что я его, я не буду даже комментировать Роберта Киасаки. Почему? Потому что как раз человек, который не достиг успехов в бизнесе, для меня, ну какой он для меня бизнес-тренер? Слушай, ну как статистик. Они, знаешь, как бизнес-тренер такой, ненастоящий, это как провокатор. Вперед. Общие фразы такие – вперед, ура, так далее. Ага, ты обанкротился? Ну, бывает. Понимаешь? Вот я совсем недавно проводил тренинг бесплатно для родственников, которые хотели заняться бизнесом. Я их сразу напугал так, а это было в январе, что они до сих пор сказали, да ну нафиг, это бизнес, и пошли работать, ну, скажем… Панель. Да, да, да. Почему? Бизнес, я сразу начал с налоговой системы, сказал, что ты знаешь, какие ты будешь платить налоги, когда, допустим, ты будешь открывать магазин и будешь обещать там тысячу евро чистыми, это значит, что 1900 ты будешь платить на самом деле, а иногда и 2000, плюс отпускные. Он говорит, да ты что? Потом копнули налог с оборота, там еще что-то, они подумали, подумали. Да ну нафиг. Вот у меня также есть Костя, знакомый, очень хороший, он электрик, прекрасный, да давай, давай фирму там. Он говорит, ты знаешь, я вижу, как ты работаешь, вот я после смены выпил пиво, и мне хорошо, спокойно, а у тебя все время какие-то проблемы, напряги, куда ты-то улетаешь, я хочу спокойствие. Вот поэтому я, если бы я был бизнес-тренером, я бы наоборот пугал, чтобы вот как раз люди, люди зачастую выходят с этого тренинга, да, ой, как хорошо, да, мы сделаем бизнес. Бизнес делают, единицы, обанкротятся тысячи, люди остаются без квартир, потому что, чтобы сделать, никто не отменял начальный капитал, согласно? То есть для того, чтобы сделать любой бизнес, вначале нужно, ну, как минимум 10 штук евро, это вот как минимум, да. Совсем недавно у меня друг прогорел, 50 тысяч его мама дала, он просто за три месяца их в трубу выпустил, все до сих пор, ну, не друг, а знакомый. Вот, то есть если нет жилки, не занимайтесь, то есть а бизнес-тренеру все равно, или там кучу, кучу, у вас у всех есть в душе что-то? Нет. Я вам честно говорю, что не у всех есть в душе это. Иначе все, ты сама говоришь, Лен, что, ну, не все бывают бизнесмены, потому что у одних получается, у одного получается, а у тысячи не получается, это страшные проблемы, люди закладывают квартиры, люди, это потом несчастье, люди кончают жизнь самоубийством. Вот вспомни, когда, а, ну ты опять же не вспомнишь, да, 90-е, сколько людей потеряли работу и все, и там, такие трагедии, я поднялся по пирамиде маслов, а они так и остались, и даже, ну, они не выдержали стресс с 90-х, а бизнес, это такой стресс, это не каждому дому выдержать. То есть я вообще представляю вот эти медные трубы там или испытания деньгами, да, ну там, скажем, ну, какие-то там тысячи, сотни тысяч евро, да, я представляю Чичваркин с его миллионами евро, какие у него были напряги и какие были стрессы. Вот, не каждому это дано. Поэтому. А как ты говоришь, кстати, вот о тренингах финансовой грамотности? Не все же они всегда призывают делать бизнес, но есть какие-то вещи, которые нужно рассказать людям о финансовой грамотности? Ну, это почему нет, я сам хожу и этот, сейчас скажу, карди с Владимиром Вайндер проводит, то есть я не бухгалтер, но иногда мне нужны эти знания, я иду, сижу и потираю брюки там у них, так что делать? Давай с тобой тогда поговорим еще об одной теме, которую ты очень часто у нас критикуешь. Прям вот мы когда что-нибудь пишем, мы прямо знаем, что сейчас придет Сергей и расскажет нам, как мы неправы. Да? Ну да, ты мне, да, прислал вот этот вопрос. Я тебе... О саморазвитии. Ну давай, задавай, задавай. Ну давай, о саморазвитии. Ты спортсмен, причем фанатичный спортсмен, я бы сказала. И ты же согласен с тем, что это форма саморазвития, в том числе и психологической разгрузки? Да. Согласен. Так, и ты все время критикуешь саморазвитие, тренинги, вот на арт-терапию наехал, да, это песочная терапия, это раздел арт-терапии, что у нас тут еще, фенотипологию ты не любишь. Чем тебя это так задевает? Вообще, как ты, ты сталкивался когда-то с этим лично? Да, конечно. А ты только не путай саморазвитие и шарлатанство. Хорошо? Давай к спорту. Спорт – это для бизнеса абсолютная необходимость. То есть нужно быть в форме. Скажем, у меня сын пришел с армии, там прошло сколько-то месяцев, и вот мы с ним пересеклись, и там что-то, я говорю, я там 20 раз подтягиваюсь, он говорит, да не может быть. И вот когда я, я 49 лет, подтянусь больше, чем он, вот он меня очень зовут. Вот это спорт. Раз. Второе. Я ненавижу не бегать, не подтягиваться, ничего. Я себя этим дисциплинирую. И я знаю, что спорт, он абсолютно необходим для жизни. То есть, так же вот, как я не пью, не курю, не потому что, там вот, здоровый образ жизни, все говорят, вот Сергей Зош там, нет. Алкоголь меняет сознание. Ты не можешь думать. Ты оцениваешь себя совершенно по-другому, понимаешь? То есть, ты возводишь, я велик, там и так далее, а на самом деле у тебя уже там зубы вывалились, понимаешь? То есть, алкоголь, он меняет сознание. Поэтому я, вот, не знаю, лет 20 назад принял решение, что больше никогда не буду ни пить, ни пить. И по поводу спорта, я говорю, что я себя заставляю, я не люблю спорт, я себя заставляю. Я знаю, что если я не буду заниматься спортом, я себя, во-первых, буду менее уважать, во-вторых, я развалюсь. То есть, можно уже все честно говорить, да? То есть, ты знаешь, что у всех мужчин одни и те же проблемы, это вот живот. Если человек не будет бегать, у него появляется живот. Если он не будет тренинг, да? Бег – это основа, это основа дисциплины. То есть, пробежать мою десятку или двадцатку километров, а я это делаю раз, точнее, два раза в неделю, да? Не каждый сможет. И теперь смотри, если у человека толстый живот, у мужчины, возникают различные проблемы и психологические. То есть, если… И, конечно, физиологические, допустим, с той же дефекцией. Если человек не бегает, не занимается спортом, в 50 лет возникают эти проблемы. И тут же отсюда приходят проблемы психологические. Люди меняются, я уверяю. Вот. А теперь давай вернемся. Так вот, спорт – это саморазвитие. Дальше. А вот то, что насчет моего комментария, я специально его распечатал. Потому что невнимательно прочитали. Жди. Я комментировал именно вот этого психолога, не буду называть кого-то, песочного терапевта. Дело в том, что когда снимаешь видео, то нужно развернуто объяснять свою точку зрения. Так вот, цитаты из этого видео, которые я комментировал. Человек ставит фигурки, а психолог разгадывает, что он поставил. Удолюбие, активность стоят в зоне страха. Волшебный ящичек может изменить биографию. Ты спросил, а что значит динозавр в правом нижнем углу? Ответ. Динозавр в правом нижнем углу – это вы бегаете по кругу и встретиться с кем-то не можете. Я так ржал, я просто вообще, я умер. Это понимаешь? Иногда бывает, человек верит гадалкам, фенотипологам. То есть я даже в учении Юнга не буду спорить, углубляться. Я не считаю, что Юнг прав именно в его этой терапии. Я не считаю. Но здесь психолог допустил в видео такие неточности, но я их подметил и, естественно, прокомментировал. То есть я не отрицаю психологию вообще, понимаешь? Психология – это настолько страшная вещь. Ее тоже нужно кому-то давать, кому-то нет. Тоже очень много появилось психологов. То есть вот давай пример с этим песочным терапевтом. То есть это, видимо, видео было неудачное, может быть, она неудачно выразилась. Я не знаю ее лично, но то, что она говорила, динозавр в правом нижнем углу, это вы бегаете по кругу и встретиться с кем-то не можете. Но это не соответствует истине. Так вот, психология – это страшная вещь. Следующая часть вопроса сталкивалась ли ты с психологией. Значит, есть психотерапевты, которые могут выписать валиум, потому что это психотерапевт, и он же еще врач. Он учил 5 лет, еще плюс специализация, где-то 8 лет. И он может выписать валиум, тазепам, то есть успокоительные. Вот это более-менее они имеют право быть. То есть видно, что они учились, и они имеют диплом. А есть такие, которые ходили на какие-то именно психологические курсы. Они могут нарушить психику. Мне кажется, что если выбираешь психотерапевта, нужно уже знать. Вот я делю их так. Те, которые могут выписать рецепт, и те, которые бла-бла-бла. Говорить я тоже умею. Все умеют говорить. Смотри, здесь я тебя поправлю. Я потом думаю так, что вот мы на твое видео, у нас есть психолог Тамара, ты ее увидела вот сейчас. Она немножко расскажет, раскроет тему психологии, психотерапии и психиатрии. Есть же три раздела. Это психология, психотерапия и психиатрия. И психология – это точно такое же высшее образование. Я не буду этого говорить, потому что я не психолог. Но я тебя поняла. Ты ходил когда-то к психологам? Я периодически говорю, у меня снимают в аренду классы психолог. Олеся очень хорошая. И она меня поняла. И она была и в последнем споре с одним психологом на моей стороне. Потому что я говорил, что когда человек, психолог ему нужен, он сам справляется. То есть тот же самый спорт, не помню какой, может быть даже юнг, он заставлял своих даже психически больных людей бегать по кругу. И у них стабилизировалась, то есть вот эта мантра «раз, два, три». Она стабилизировалась. Также я избавляюсь от стресса. То есть если какой-то стресс десятку пробежал, причем так с напрягом отжался, побил грушу, нет этого стресса. Японцы молодцы. Фотография начальника на груши. Они приходят, выбивают из этой груши дурь. Все, все в порядке. Вот примерно так вот нормальные люди и сильные справляются со своими стрессами и бизнесменами. А для слабаков, ну, прости, для слабаков, как бы для молодых, скажем, мальчиков, там, девочек, детей, по психологии нужны, я думаю, только такие, которые с правом выпустили перед собой. Хорошо. Спасибо тебе за беседу. Наше время подходит к концу. Я думаю, что не последний раз мы с тобой встречаемся. Мы очень рады, что ты нас критикуешь. Нам нужен, а нужна обратная связь. Не критикую. Я именно прицепился к терапевту, психотерапевту. Нет, критикую, что там ты на нашей страничке поставил одну звездочку нам и написал, что мы девочки, которые верят сказкам. Я сейчас не цитирую. Одну звездочку я поставил «Рекомендую». Да? Но это не точно. Сейчас звездочки нет. Нет, все. Нет, все. Нет, сейчас звездочки уже отменили, по-моему, месяца два назад. Сейчас только рекомендовать страницу или нет. Если можно поставить пять звездочек, я поставлю. Мне очень нравится страница, потому что вы публикуете такие вещи, иногда спорные. То есть некоторые вещи мне очень понравились. А некоторые, ну вот, я не мог проходить мимо динозавров в правом углу. И трактовки. Понятно, спасибо тебе большое. Я надеюсь, мы не последний раз на связи. Дорогие друзья, я призываю вас задавать вопросы, в том числе Сергею Редкому. Он любит и умеет на них отвечать. И мы совершенно со спокойной душой даем вам шанс задать даже критически настроенные вопросы. Можно? Без проблем. Спасибо. До связи. Да, счастливо.